Очистить воду с помощью света, добыть золотую пыль из отходов горнодобывающих производств. 15 проектов представили молодые ученые на краевом конкурсе только в одной секции – наука о жизни и земле. Жюри предстоит оценить, насколько актуальна эта тема и возможно ли на практике применить полученные результаты. Авторы самых интересных исследований получат премии губернатора. Репортаж Ульяна Крамаренко. 33-летняя Зоя Литвиненко, в отличие от большинства участников конференции, в науку пришла случайно. Планировала стать специалистом по безопасности жизнедеятельности, но увлеклась микробиологией. Теперь научный сотрудник в Институте водных и экологических проблем. На суд жюри представила исследования, которыми занимается уже более 10 лет. Мой проект касается проблем очистки железосодержащих подземных вод. Мы исследуем микроорганизмы, которые присутствуют в подземных водах и которые имеют свои определенные особенности. Они способны формировать так называемые биопленки, которые могут в дальнейшем негативно сказаться на качестве питьевой воды. Участие в краевом конкурсе для молодого ученого – возможность рассказать о большой проблеме и привлечь для более масштабных исследований специалистов из других сфер. Все 15 работ участников секции «Наука о жизни и земле» актуальны для региона. Работы представляются посвященные оценке качества водотоков, например, оценке качества среды, возможности лесовосстановления, лесопользования в Хабаровском крае, горные разработки, поскольку этот сектор занимает важную часть в экономике Хабаровского края. Краевой конкурс молодых ученых проводится в 24-й раз. В каждой номинации жюри выберет три лучших исследования. Их авторы получат премии губернатора. Но каждый ученый мечтает, чтобы его идеи применили на практике. Те, кто представляет сегодня свои доклады на нашем конкурсе, работают в тех научных учреждениях, которые имеют очень тесные контакты с производством. И поэтому производство следит за тем, а что же получится новое, а какие результаты получаются в науке с тем, чтобы постараться привлечь этих специалистов к работе. Разработки дальневосточных ученых используют лесодобывающие, промышленные и горнодобывающие предприятия региона. Также многие исследования выполняются по заказу государственных структур.